Бесконечный хлеб. Христианская притча. Жила была бедная старушка. Такая она была бедная, что порой ей даже не из чего было хлеба из печи. И была у нее соседка, злыдня, Которую эту старушку непрестранно бедность ее попрекала постоянно. И вдруг заметила соседка, как только она принимается хлеб печь, У старушки тоже из трубы дым идет, будто хлеб печется. Неужто эта нищенка тоже разбогатела? Удивилась соседка. Надо бы заглянуть к ней, проверить. Заходит соседка к старушке, а та действительно корова из печи вынимает. Посадила старушка соседку за стол. Хлебом свежим ее угощает. Удивилась соседка. Откуда же у тебя хлеб? Недавно ты была беднее бедного, а теперь каждый день хлеб печешь. И рассказала ей старушка, что стала она от попреканий в бедности. И чтобы стыдно не было, стала головню дымящуюся в печь подкладывать, Когда соседка принималась хлеб печь. Неделя так проходит, другая. Вот старушка и придумала. Отдай-ка, я буду Бога о милости его просить. Каждый раз, как головню в печку кладу. Так и стала поступать. Положила она головню в печку, помолилась. И вдруг кто-то стучится в окошко. Стоит старик нищий, весь в лохмотьях. Хлебушка просит. А хлеба-то в доме не куска. Отдала старушка старичку последнюю свою картофелину. Тот ее съел и снова хлеба просит. Откуда же я тебе, старчи, хлеба возьму? Спросила старушка. А ты из печи достань, отвечает старичок. Заглянула старушка в печь. А там и впрям готовый каравай лежит. Охнула она. Достала каравай из печи. Стала старичка кормить. Он съел весь каравай. И еще просит. Нет у меня больше хлеба, говорит старушка. А ты снова из печи достань, говорит старичок. Смотрит старушка. Там опять каравай лежит. Достает она каравай из печи. А сама вслух удивляется. До каких же пор Бог хлеба мне будет даровать? А до тех пор, пока с чистым сердцем будешь делиться со всеми голодными? Ответил старичок. Вот с тех пор и не переводится никогда в доме у доброй старушки хлеб. И вот так. Плажиш есть данный аромат тайно.